Жду. Немного жду. Когда вы присоединитесь. Пока не вижу, чтобы кто-то присоединялся. Жду немножко. Кто-то есть с нами, Марк? Марк? Перед человеком. Тогда ждем. Потому что если у нас так и останется, три человека, я не буду проводить. Тогда перенесем. А кто у нас, дорогие мои? Эти три человека, да? Кто меня сейчас видит? Напишите мне, пожалуйста, как меня видно, как слышно. А то я предполагаю, что три человека это я, технический специалист наш и куратор. Все. Не знаю, что происходит. О, один человек исчез. Что вообще происходит сегодня? Подождать еще минуту-две, а потом с чистой совестью отменить. Согласна. Потому что у нас за окном метель. Два человека, это ты и я? Охоже на труп. Что вообще происходит? Похоже, не я одна себя чувствую сегодня неважно. Наверное, все остальные тоже. Так, ну вот тут один человек нас смотрит, походу. И все. Не понимаю, что происходит, в чем дело. Ну, друзья, для одного человека я не буду проводить прямой эфир. Вы же понимаете, наверное. А у меня ничего не меняется. Семь. Угу. А у меня... А, вот вижу. Напишите мне, пожалуйста, как меня видно, как слышно. У нас такая метель за окном, ребята. Март. Четвертое число. За окном просто метель в Москве. Так. Ну что. А. Да. Сегодня действительно все сбоит. Так. Ну что. Жду еще несколько минут или не жду уже даже, да? Марк. Начинаем или что делаем? Можно, наверное, начинать с девять. Отлично. Уже восемь опять. Я не знаю, в чем дело. Интернет сбоит или давление, потому что в Москве метель, наверное, где-то тоже есть метель или еще что-то. Ну, в общем, давайте, наверное, раз эфир был запланирован, я его проведу, потому что у меня есть такое ощущение, что завтра я разболеюсь. То есть переносить куда-то может не получиться перенос. Весна. Она непредсказуема. Вы видите, да? Погода меняется. Все очень переменчиво. Вроде бы мы с вами... Ну, то есть наши пациенты проснулись, и надо им делать процедуры, направленные на весну, на инсоляцию и так далее, с одной стороны. А с другой стороны на улице вот еще зима зимой. Напишите мне, пожалуйста, у вас как весна чувствуется? Все видно и слышно. Спасибо, Наталья. У вас весна чувствуется? У нас даже близко ей не пахнет в Москве. А у вас как дела обстоят? Пациенты просыпаются потихоньку или как? У меня, например, сегодня отменились практически все пациенты. Ну, пару человек осталось, потому что заболели. То есть весна непредсказуема еще и какими-то пониженным иммунитетом, вирусами. Это относится и к общему самочувствию, и к состоянию кожи тоже. Вроде как мы с вами уже активно поработали интенсивными процедурами в течение зимнего сезона. И предполагается, что сейчас уже солнце может выглядывать. То есть мы с вами не можем делать агрессивных процедур. Пациенты просыпаются точно, Наталья. Потихоньку, нехотя, значит, подходят к зеркалу, вспоминают, что 8 марта вообще-то уже скоро, да, и потихоньку просыпаются. То есть сейчас наша направленность на что? На процедуры, вот у меня сейчас я дорабатываю своих пациентов, да, с тем, с кем интенсивно работала в зимний сезон. Я их уже дорабатываю потихонечку, мы выходим, так сказать, в сезон инсоляции, с ориентировкой на сезон инсоляции. Но, тем не менее, мы хотим, мы, я имею ввиду, пациенты, у нас в Греции уже весна, даже лето. Обалдеть, как замечательно, как же вам хорошо. В Венгрии, я так понимаю, тоже уже практически весна. Кавказские минеральные воды приблизительно тоже, ну, значит, там хорошо. А у нас еще вот не чувствуется даже близко у нас зима-зимой. То есть, видите, совершенно разные процедуры могут быть актуальны, но основная направленность. Они должны быть эффективными, они должны быть малоинвазивными, а травматичными. То есть те, кто сейчас работает, скажем, с желтыми пилингами, я не говорю в общем про летиноиды. Я говорю про желтые пилинги, они рискуют, конечно. Потому что это риск, потому что наши пациенты не всегда выполняют наше назначение. Про СПФ они вспоминают, ну, от раза к разу, да. СПФ чаще всего они воспринимают как что-то, что надо использовать, я не знаю, на отдыхе, в отпуске и так далее. Ну, наверное, может потому, что еще не столкнулись с гиперпигментацией, вот прям лицом к лицу, что называется. Но, тем не менее. То есть мы им должны предлагать процедуры эффективные, не менее эффективные, чем, скажем, в осенний период времени. Наоборот, хочется уже увидеть красивое лицо. Вот мы работали, работали, шелушились, агрессивно какие-то процедуры проходили, да. И мы хотим увидеть в зеркале, говорят нам наши пациенты, ради чего старались весь этот сезон. Конечно, мы им должны давать эффективные процедуры, потому что терпение уже на нуле перед весной, перед летом. Ну и от чего же зависит эффективность процедур, давайте немножко разберемся. Я буду говорить сегодня про микронидлинг в том числе. Я буду говорить про химические пилинги тоже однозначно, да, потому что эти две методики очень красиво сочетаются. Согласны со мной кто-то сочетает химические пилинги и фракционную миостерапию? Напишите мне, пожалуйста. Я надеюсь, чат у нас будет оживать потихоньку. Не понимаю, 7 человек. Для кого я провожу этот эфир, мне интересно. Он не будет длинным. Очень актуальны процедуры сочетных протоколов. Мы ими работать можем очень красиво и ювелирно, всесезонно. Это интересно. И что влияет на процедуру вот такого сочетного протокола? По-прежнему точно так же будет влиять техника выполнения, да. Можно работать, например, по химическому пилингу, а можно работать по сывороке, может непосредственно по самому химическому пилингу. Виды картриджей и степень инвазивности влияет? Влияет, конечно, да. И тут уже мы с вами направляем свое внимание на сезон инсоляции, да. То есть слишком агрессивно и большую степень инвазивности мы уже не можем взять. Точно так же, как и пилинги химические, которые вызывают выраженную эксфолиацию, мы уже не можем взять. Но, тем не менее, ретиноидами мы еще дорабатываем. Качественный аппарат для фракционной мезотерапии, конечно, нам нужен всем, но это все настолько относительно, знаете, я понимаю, сколько маркетинговой шелухи вокруг. Ну, потому что так устроен рынок, всем маркам надо продавать. И каждый продукт пытаются облечь в красивую обертку, так скажем, да. И очень тяжело бывает иногда разобраться, что внутри. Вот так же и аппараты для фракционной мезотерапии. Они могут быть различными, брендированными, выглядеть супер, ну, как космические корабли, допустим, да. Но у них смысл один. У аппарата фракционной мезотерапии смысл один. Но работать ими можно очень по-разному. Да, можно вот сочетать, скажем, с различными аппаратными методиками, с химическими пилингами. Для чего это делать? Чтобы повысить эффективность процедуры. Наталья, мне так приятно вас читать. А вы у нас же на первом, на первой ступени. Да или нет, Наталья? О, Люба, здравствуйте. Отлично. А то что-то, знаете, когда ты видишь, что тебя очень небольшое количество слушает, а за окном метель и вообще хочется голову на подушку приложить. Мне очень приятно ваш комментарий. И так правильно составленный протокол. Вот знаете, каким бы протоколом мы не работали, пусть это будут химические пилинги, пусть это будет массаж или аромомассаж. Кстати, очень рекомендую обратить сейчас внимание на ароматерапию в период вот этих вот простудных весенних всяких заболеваний дохандры, самочувствие не очень хорошего, давление нестабильного. Ароматерапия – это действительно очень хорошее дополнение в кабинете, даже если вы работаете какими-то серьезными техниками, скажем, да. Даже если вы инициируете эфирными маслами, химическими пилингами работаете, фракционной мезотерапией, шьете нити, например, ароматерапия вам в помощь всегда. Вот у меня вот эта книжка, она практически настольная. Сегодня, например, я в ней искала, как вот так, ароматерапия, лечение эфирными маслами, рецепты для похудения. Если вы мои сторис смотрите, то вы, наверное, видели, что я там встала на весы недавно, да, как многие наши пациенты, как вы, я озадачилась весом лишним. Ну и вот залезла, собственно, в эту книжку, стала искать эфирные масла, которые помогут справиться с этим. Потому что все-таки мы, женщины, себя воспринимаем комплексно, да, не только отдельное лицо, отдельное тело. И точно так же нам индивидуально нужно составлять протоколы для наших пациентов. То есть правильно составленный протокол, индивидуально составленный протокол для каждой отдельно взятой пациентки. Это очень важно. Ну, потому что, вот, допустим, с утра приехала, утром встала пациентка, у нее все нормальное настроение, замечательное. Пока она до вас доехала, началась вон снежная буря какая-нибудь, да, или она в машине ехала, ей жарко стало, она приехала, и настроение уже не очень хорошее у вас, да. Заходит к вам в кабинет, вдыхает аромат вашего кабинета эфирных масел, и у нее уже повышается настроение. Она априори уже будет направлена на позитив, да, то есть на тот позитив, который на результат, на высокую эффективность процедуры. То есть, конечно, мы составляем комплексные протоколы, но давайте уже ближе к теме перейдем. Все-таки очень важно использовать правильную технику, техника микронидинга. Недавно была, не очень давно, на прошлой неделе. Ой, не на этой неделе, сегодня же суббота, неделя еще не кончилась. На одном вебинаре, возможно, вы тоже на нем были, одной известной школы, можно сказать, да, по микронидлингу. И меня до глубины души поразила там формулировка, что микронидлинг, там приходит весна, давайте работать. Время наступило, наступило время работать микронидлингом, работаем на воспаление. Ну, я очень удивилась, как преподаватель с 25-летним стажем, потому что, наверное, каждый дает по-разному, каждый дает по-своему. Но мы не работаем на воспаление, стараемся не работать на воспаление, когда появляется активное солнце. И тут, смотрите, какой хитрый момент получается. Вроде мы как уже не можем себе позволить поработать агрессивно. Ведь, знаете, дорогие мои, агрессивно работать – это очень просто. Штампуй себе по лицу, там, игольчатым картриджем, да, и все. И не надо заморачиваться. Всех одинаково под одну гребенку штампируем, и все. Агрессивно. Просто. Не надо даже задумываться. Так, у меня слетел чат, потому что мне позвонил наш специалист по работе ВКонтакте. Зачем-то. Как будто бы он не знает, что у нас эфир идет, видимо. Вот. А вот создать интересный протокол, знаете, который будет, не будет оставлять выраженных агрессивных следов на лице, но при этом будет шикарный результат, замечательный результат. Вот это уже высший пилотаж. И вот тут мы уже начинаем, и причем, чтобы это была выраженная эффективность, да, иначе пациенты к нам возвращаться не будут. Да еще и так, чтобы одной процедурой мы решили сразу спектр проблем, большой спектр проблем, да. Еще и так возможно, чтобы, ну, может быть, пациент там говорит, я не могу к вам часто ходить, у меня получается столько раз в неделю. То есть такой протокол сделать ювелирный, чтобы пациенту было, чтобы он почувствовал эффективность этого протокола, чтобы не было слишком агрессивного воздействия, потому что все-таки на весну мы двигаемся на весну, я надеюсь. И, конечно, вот эти все аспекты нужно учитывать в одном протоколе, а учитывать вы их можете только тогда, когда вы знаете, как правильно составить этот протокол. Например, очень удобно и хорошо использовать химические пилинги в таком сочетанном протоколе, это важно. Химические пилинги, их очень много, они очень разные. Еще пару лет назад, да какой, год назад еще говорили, в обморок падали практически тренеры разных компаний, да, когда говорилось о том, что, когда я, допустим, рассказывала про сочетанный протокол, мне говорили, да вы что, так делать нельзя, это противопоказание, ну, о чем, почему говорить про год назад? Вот тот самый вебинар, про который я говорю, там говорилось о том, что нельзя сочетать химический пилинг с фракционной месотерапией, это будет очень жестко, это будет слишком агрессивно. Друзья мои, нельзя сочетать тому, кто не знает, а вот те, кто знает, вы впереди планеты всей, а чтобы это знать, надо учиться. Сочетанные протоколы сейчас только-только входят, знаете, в такую, в силу свою, да, все больше и больше косметологов про них узнает. Это замечательно, это шикарно, ну, и, наверное, не погрешу абсолютно, если скажу, что эти косметологи, которых все больше и больше узнает про сочетанные протоколы, узнают об этом от меня. Ну, кто меня не знает, все-таки представлюсь, я Светлана Михайловна Вериш, и я международный преподаватель по фракционной месотерапии. И преподаю я по новой школе, которая основана на долгих клинических исследованиях, в том числе на моем опыте преподавательском и опыте работы косметологом. Более 30 лет работаю я в этой сфере, более 25 лет я преподаю, не, ну, наверное, так, 25 лет преподаю, да. И я могу вам с уверенностью сказать, что это раньше нам преподавали по старой школе, которая основана на работе через травму, жестко. Вот вы сейчас можете увидеть вот это изображение, да, девушки, которую, наверное, все узнали. Напишите мне, пожалуйста, те, кто меня слушает, вы у меня учились, проходили сочетанные протоколы или только собираетесь? Мне интересно. Татьяна Крылова с нами. Так вот, второй, вторая ступень, вторая ступень интенсива, онлайн интенсива по фракционной месотерапии у меня будет посвящена сочетанным протоколам. То есть мы с вами будем говорить о том, с чем можно сочетать фракционную месотерапию. Как можно сочетать фракционную месотерапию, зачем это делать, для достижения каких результатов, как правильно составить протокол, как правильно выбрать, скажем, длину иглы для определенного химического пилинга, как правильно выбрать химический пилинг. Для какого сезона и какой химический пилинг. Это важно. Раньше, знаете, я достаточно давно преподаю химические пилинги, я помню, да и сейчас, я частенько вижу в учебных центрах, как косметологи, которые только-только начинают бояться химических пилингов и правильно делают, кстати. Правильно делают, но если вы работаете в области косметологии, если вы работаете косметологом, вы не можете не работать химическим пилингом. Не можете. А если вы хотите ювелирно работать, очень красиво и интересно работать, то вы будете сочетать несколько методик в одном протоколе. Так интересно, так правильно и так эффективно. Так вот, что и с чем сочетать? Химические пилинги, аппаратные методы, различные виды картриджей, разную степень инвазивности, разные техники. Все это для того, чтобы делать эффективные протоколы с коротким периодом реабилитации. Так, почитаю ваши ответы. Кто-то не учился. Ага, на вторую ступень Наталья Демиденко, Татьяна Крылова. Замечательно. Ну, я могу вам сказать, что вот сейчас я делаю уроки. В прошлом году это еще был курс, было 7 потоков, несколько, 2 года, по-моему, наверное, 2 года, может даже с копейкой, у меня шел курс по фракционной мезотерапии. А сейчас это интенсива в двух ступенях. Первая ступень уже прошла, и там мы разбирали, как правильно подобрать препараты, виды картриджей, виды техник. Вот девочки, которые ждут вторую ступень, это ученики первой ступени, да, и, соответственно, они успешно сдали, они работают классическими протоколами. Татьяна, Наталья, напишите мне, пожалуйста, как ваши дела, как ваши пациенты, какие отзывы получаете после обучения и так далее. Потому что меня сейчас нет в чате, я взяла себе такой отпуск для того, чтобы сделать вторую ступень правильно, да, я не знаю, кураторы там наши есть, меня там нет. Напишите, как ваши дела, потому что у нас в понедельник начинается вторая ступень, где мы будем проходить вот как раз то, что я говорила. Ну, длина иглы на разных зонах должна быть разной. Это будет зависеть от картриджа, от определенной зоны кожи лица, да, точно так же, как и, ну, представьте, если вы работаете по химическому пилингу. Можно работать непосредственно по химическому пилингу, а можно пилинг нанести, смыть его, нейтрализовать и потом уже работать по лицу. Это будут разные протоколы, но и те, и другие, они могут быть всесезонными. То есть плюс вот этих вот процедур в чем? В том, что они эффективны, всесезонные и можно подобрать для любого пациента индивидуальный протокол. Ну, на мой взгляд, это мечта для косметолога. Таких мало достаточно техник. Нужно просто знать, как их правильно сочетать. Выбор препарата тоже на очень многое влияет, да, и мы с вами на второй ступени будем учиться подбирать разные пилинги, понимать, как правильно работать, независимо от марки. Я не обучаю по одной марке, я даю критерии выбора. И вот теперь такой интересный у нас на самом деле вопрос, интересный аспект. Дела очень хорошо, только что получила два отзыва. Процедура чудо. Я новичок, но клиенты балдеют, пищат от результатов. Ой, слушайте, замечательно. Мне приятно это читать. Потому что сейчас самый сезон вообще-то работы, да? Если все здоровы, никто не заболел. Держимся, девочки, не болеем, если что. Потому что, конечно, когда у вас есть в руках такие интересные инструменты, как дермопен, например, да, в голове, еще более интересные инструменты, и вы понимаете, как это правильно и красиво сочетать, вы знаете, как и чем усилить процедуру. Вы можете усилить химический пилинг фракционной мезотерапией. Либо наоборот, вы можете усилить фракционную мезотерапию химическим пилингом. Главное правильно выбрать направленность. Это будет зависеть от... Спасибо, Наталья. Это все будет зависеть от самого пациента, от сезона, от состояния кожи, от проблемы, с которой вы хотите, от образа жизни пациента, в конце концов, да? Тут очень-очень много факторов складывается воедино. Вот поэтому у нас вся вторая ступень будет посвящена вот этим вот аспектам. И будет 4 очень интересных урока, домашние задания, будет бальная система, потому что возможности у фракционной мезотерапии очень большие. И цены, я могу вам сказать, на процедуры тоже достаточно высокие. Еще запись на 2 недели вперед уже. Ого, Татьяна, ну вы молодец! А вспомните, как вы начинали? Вспомните! Вы сразу сходу заявили всем, что вы новичок, плохо ориентируетесь. То есть такой страх присутствовал, да, конкретный. Вы помните это, да? Я помню. Очень многие так приходят, но кто-то, знаете, кто-то затаится и боится сказать, да, что, ой, ну я вот тут совсем новенький, в этой области, в косметологии вообще только начинаю. Боюсь, боюсь, все, боюсь. А вас запомнило, да, страху было. И вас запомнило именно потому, что вы совершенно откровенно об этом сказали. Это здорово, это правильно. А где еще об этом говорить, как не на обучении, да? Где ответят на все ваши вопросы. Вы молодец. Вообще, я считаю, что все, кто идет во что-то новое, да, боится, но идет. Это замечательно. Наталья Демиденко, Татьяна Крылова. Кто еще к нам присоединяется? Даже для нас так мало сегодня. Если честно, мы вот, открою вам секрет, буквально за полчаса до этого эфира думали делать эфир или нет. Потому что я поняла, что я начинаю заболевать. Вот так вот. Вот. Ну, решили провести, потому что Ника сказала, ну, как же так. Люди готовились, люди хотели. Поэтому решили провести. Вот. А те, кто хотел, видимо, будут смотреть в записи. Те, кто очень хотел. Итак, возможность усилить эффект, что дает нам правильный протокол фракционной мезотерапии. Мы можем усилить при помощи сочетанных, сочетания с химическими пилингами, с аппаратными методами, допустим, да, с мануальными, с массажем. У нас тоже будет такой протокол. Мы можем усилить эффективность процедуры. Можно применять в одном протоколе химические пилинги и фракционную мезотерапию. И это, вы будете это делать виртуозно. Не обращая внимания, ну, как бы, нет, неправильно говорю. Я говорю, работая не по одной марке, а по разным. Вот мне вчера в Инстаграм, в Директ, кто-то из учеников, нет, не из учеников, из подписчиков, написал вопрос. Можно ли в одном протоколе сочетать два химических пилинга разных марок? Вот тут я говорю твердо и нет. Нет, нельзя сочетать два химических пилинга разных марок. Я биохимик по образованию, поэтому здесь я вам скажу твердо и нет. А вот можно ли сочетать химические пилинги одной марки и концентраты, и сыворотки под фракционную мезотерапию другой марки в одном протоколе? Тут я вам скажу, да. Нужно просто знать правильные критерии. Вот. Наталья Демиденко. Смотрите, противоположность, да, Татьяне? Я уже работала, но многого не знала, а очень нравятся клиентам зацелованные губки, да, совершенно верно. А еще про цену акцент сделала на преподавателей, качественные препараты, из-за бесплатно работать не смогли. Отлично, Татьяна. Но это правильно, так должно быть. Вы даже не представляете, сколько стоит эта процедура за границей. У меня такая есть очень хорошая задумка, и я надеюсь, что она осуществится. Будет конференция, я делаю конференцию в Пятигорске. Ну, вы, наверное, знаете уже об этом, да? Кто не знает про конференцию по микронидлингу в Пятигорске? Напишите мне, пожалуйста, есть у нас такие, кто не знает. Люба Самарина, я начинающий тоже. Еще только буду принимать клиентов, и я говорю им про сочетные процедуры, и какой эффект, у меня уже очередь. Люба, вы тоже моя ученица, да? Какого потока? Вы с интенсива? И что я хочу сказать. На эту конференцию по фрукционной мезотерапии, а если кто не знает, пишите, заходите в Инстаграм, заходите ВКонтакте, там уже висят анонсы, уже половина билетов куплена. На эту конференцию я хочу пригласить человека, который работает с мышлением в плане денег. То есть я поняла, что у нас у всех большие проблемы с назначением правильной цены на свои процедуры. И есть у вас такие проблемы? Напишите мне сейчас. У кого есть проблемы с тем, чтобы правильно назначить цену за свою работу, за процедуру, которую вы проводите в кабинете? Есть такие проблемы в голове? Так вот эта проблема в голове, дорогие мои. Надо с этим работать, надо разрешить себе зарабатывать. И знаете, я это поняла очень отчетливо. Вот месяц назад, когда я была в Пятигорске, сходила там на нетворкинг, на трансформационную игру, и я поняла, что как-то этот процесс так шел интересно, одновременно шел интенсив. Я увидела опять в очередной раз все страхи косметологов. Да, я поняла, что, несмотря на то, что все такие молодцы, вы даже не представляете, какие молодцы русскоговорящие косметологи. Вы. Вы столько в себя вкладываете, вы все время развиваетесь, но вы себя не цените. Вы обесцениваете себя. И это прям вот, это неправильно. Потому что, ну давайте будем честными, мы вообще-то про деньги, мы про работу. Мы тут сейчас не про погоду и про природу. Мы про то, как правильно зарабатывать. Мы же про работу с вами. Но дело в том, что косметолог не может быть в ресурсе, вернее, должен быть в ресурсе, но он не может быть в ресурсе, если работа не доставляет ему удовольствия, если работа не приносит ему радости, интереса, если он не видит благодарные отзывы своих пациентов. Вот такая вот дилемма. Есть, да, да, есть. Включил этот урок во вторую ступень. А, включите этот урок во вторую ступень. Татьяна, я хочу, чтобы специалист вам про это рассказал правильно. И, то есть, это должен быть коуч такой определенный, да, который работает именно с расширением сознания на деньги. И, я могу порекомендовать только человека, да, но я хочу, чтобы это не случилось по щелчку пальцев, так не будет. Вы должны пройти определенные ступеньки, чтобы пойти к человеку на как раз вот какую-нибудь такую коучинговую сессию, да, чтобы понять, от чего отталкиваться. За один урок вряд ли какие-то глобальные изменения пройдут, но, скажем, на конференции, если человек минут 15 поговорит, немножко что-то расскажет, вы, возможно, начнете думать в этом направлении, будете в этом направлении развивать свое мышление. Это будет правильно. Потому что чудес не бывает, знаете. Вот как похудеть? Невозможно сбросить 5 килограмм за неделю. Ну, теоретически, может быть, и возможно, но на практике они опять вернутся обратно, или это будет с большим ущербом для организма. Вот. То есть, это надо делать правильно. Это так, максимально биосовместимо, я бы сказала, да. Ну, и возможности применять в одном протоколе аппаратные методы, фракционную мистерапию, химические пилинги, мы все это будем обсуждать на второй ступени. Понятно, Татья. Чтобы стать хорошим специалистом, нужно обладать знаниями. А знания – это и теория, и практика. Вот, соответственно, второй ступенью у нас будет и теория, и практика. Будут задания теоретические, будут задания практические. Начинается у нас вторая ступень с 13 марта. Будет она у нас длиться 2 недели, то есть это интенсив. Очень интенсивно будет подаваться информация. И формат обучения быстро, эффективно и сразу в работу. Это будет 4 живых вебинара на вебинарной площадке. То есть я их провожу вживую, не в записи. Вот как я сейчас с вами разговариваю, также я разговариваю и на вебинарах в интенсиве, чтобы уловить ваши запросы, ответить на ваши вопросы, которые могут появиться в процессе урока. Будет 2 живых эфира на YouTube, будут домашние задания с обратной связью, естественно, у нас замечательные кураторы. Не знаю, слышат они сейчас или нет, потому что разница во времени, кто где. Опять же сейчас Марина в Польше, Катя в Уссурийске, Ника в Будапеште, я в Москве. Видите, мы все в разных местах. У нас есть общий групповой чат, где можно задавать любые вопросы тренеру, куратору. Ну, естественно, вы получите именной сертификат. Чат выпускников, то есть вы после окончания второй ступени переходите в чат выпускников, и он бессменный, то есть бессрочный, бесплатный, бессрочный. Предварительная программа обучения будет следующей. Первый урок – это сочетанные протоколы фракционной миостерапии. Какие у них есть возможности? Что такое вообще сочетанный протокол? Показания и противопоказания. Вообще для чего сочетать? Что, с чем и зачем сочетать? Второй урок – это фракционная миостерапия с химическими пилингами, энзимными пилингами. Первый урок, кстати, там будет 7 протоколов. Какие виды сочетаний вообще можно себе позволить с фракционной миостерапией? С какими аппаратными методами? То есть это 7 конкретных протоколов, то есть это примеры протоколов, либо уже вы можете брать это как готовый протокол себе в работу, но потом вы будете составлять свои, с указанием своих препаратов, то есть там домашние задания, чтобы я понимала, что вы четко уловили информацию и можете работать на своих средствах, которые у вас есть, которые вам доступны. Второй урок – это сочетание фракционной миостерапии именно с химическими энзимными пилингами. То есть конкретно критерий выбора химического пилинга, варианты протоколов готовых уже, составление индивидуального протокола для пациента, как составить, ну и домашка. Такая же будет, да, соответственно. Третий урок – это сочетание фракционной мезотерапии, все вместе уже, и аппаратные методы, и химические пилинги. Четвертый – это курс процедур, межпроцедурный и постпроцедурный уход. То есть как это все совместить, как правильно составить курс. Вот такие четыре очень интенсивных урок у нас будут. Вот домашние задания, развернутый ответ на вопросы, подбор препаратов, как подобрать химический пилинг вот из того, что у вас есть. Да? Вот такое домашнее задание будет. Подберите химический пилинг. Составление индивидуальных протоколов, отработка протоколов на практике будет. Такой онлайн интенсив, вторая ступень, стоит 20 тысяч. Все эти, там будет много очень практических протоколов, каждый из которых, и я бы настаивала на этом даже для вас, это вам полезно, не должен стоить дешево. Каждый из которых не может стоить дешевле, чем 3,5 тысячи. Только в первом уроке будет 7 протоколов. Минимум 3,5 тысячи. Вообще-то больше. 5, 5,500, кто-то 8 ставит. Это зависеть будет и от того, какие вы берете активы. Чат в Телеграме, 2 прямых эфира. То есть 4 урока, 2 прямых эфира. Чат постоянный в Телеграм. Домашние задания с проверкой, именной сертификат и доступ к материалам 1 месяц. И бессрочный чат выпускников. После окончания вы можете приобрести 8 различных вебинаров, 6 из которых есть только для вас, или 7, по-моему. Вебинар по коррекции рубцов, вебинар деликатные зоны глаза и губы, гиперпигментация, антиэйдж, летние протоколы. А что-то еще там было, сейчас не вспомню. В общем, тут же было обсуждение у нас, что кто-то хотел купить и не увидел в продаже. Я убрала их из продажи, их никто не может купить, кроме тех, кто закончил курс или первые, первую и вторую ступени интенсива. Никто. Хотят многие, но купить могут только те, кто прошел вот это вот большое обучение. Но чат выпускников, это интересно. Там вы всегда можете спросить совета. Был у меня момент, когда, ну, он занимает достаточно времени, вы знаете, был момент, когда я подумала, ну, может быть, его убрать, потому что, ну, что, все уже обучились, вопросы заданы. Ну, в общем, девочки там возмутились и сказали, не надо ничего убирать, пожалуйста, оставьте, потому что, ну, вот, вы видите то, что писали, что чат очень полезен, что он как спасательный круг, можно в любой момент попросить помощь, ну, и так далее. Вы сами видите, можете прочитать, я не буду перечитывать, я буду потихонечку завершаться. У нас будет, как-то, все время забываю, как это называется, ну, в общем, бальная система за каждое домашнее задание, если вы выполнили его в срок, правильно, вы получаете баллы. Вы получаете баллы за домашнее задание и, естественно, те, кто максимальное количество баллов набирает, первые 10 человек, кто будет быстрее, всех успешнее, ну, а кто становится, вот, попадает в эту десятку? Те, кто очень хочет, те, кому нужно, те, кто, вот, прям впитывает информацию как губка, они получат подарки. Ну, подарки, в принципе, у нас все получают, но, тем не менее. Буду завершать потихоньку. Вот это вот у нас, что? Это у нас Пятигорск. Это фотография цветущей сирени. Очень люблю сидеть вот именно вот в этом месте на горе. Красивая фотка. Там у меня где-то даже в сторис на этой сирене бабочки паркают. Я сидела и снимала. Это апрель. Это апрель в Пятигорске. Есть у вас вопросы, почему я делаю конференцию в Пятигорске? Может быть, кому-то пришел такой вопрос в голову? Куратора огонь. Марк, супер! Марк! Марк, ты слышишь? Марк, ты здесь? Ты слышишь? Ты прочитал? Это тебе было написано и тебе. Ты благодарен? Тебе нравится это? Ну, скажи спасибо, чтобы тебя услышали. Большое спасибо, да? Отлично. Вот. Почему в Пятигорске? Да, кто-то пишет. Обожаю Пятигорск. Пятигорск, Наталья. Люблю Пятигорск. Я там случайно абсолютно оказалась. В командировке тоже обучала косметологов. Но, вы знаете, у меня было, перед тем, как стемнеет, по-моему, времени минут сорок, чтобы доехать на такси до цветника. А вон цветник торчит, маковка цветника. Мы тут из сирени выглядывали. Я успела подняться только наверх, вот чуть-чуть, к орлу, и я пропала. Пятигорск – это замечательные люди. Это прекрасные рассветы и закаты. Это Эльбрус, который показывается. Кавказский хребет вдалеке. Птицы. Как там поют птицы? Тишина. Вот в этом конкретном месте, где цветет сирень, вот там реально тихо. Я люблю там слушать тишину. Это то место, где я восстанавливаю ресурс. Набираюсь новыми мыслями, прекрасными видами. А косметолог должен быть в ресурсе. Это важно очень. Поэтому я делаю конференцию для косметологов в Пятигорске. Потому что я хочу, чтобы вы там не только получили информацию профессиональную, но чтобы вы там хорошо восстановились, чтобы у вас были силы, настроение, энтузиазм, желание работать со своими пациентами, отдавать им свою энергию, отдавать им эффективные протоколы, чтобы вы были косметологом, у которого очень хороший баланс. Первый день это будет обучение. Обучение по сочетанным протоколам в сезон инсоляции, в сезон солнца. Я буду давать протоколы, которыми вы можете работать, готовые химические пилинги для инсоляции разберёмся, которые именно в сезон инсоляции работают хорошо. Да-да, химические пилинги и фракционная месотерапия. Я думаю, что кто-то из тренеров, наверное, в обморок бы упал сейчас, если вы не слышали то, что я говорю. Но, тем не менее, поверьте, химический пилинг плюс фракционная месотерапия правильно подобранный. Шикарный флеш-уход получается, который вот можно сделать. У нас там будет мастер-класс, я буду показывать какой-нибудь интересный протокол. Какой, не знаю, разберёмся по ходу. Но это тот протокол, который поможет коже выглядеть прекрасно. Понравится женщине себе, на себя посмотреть в зеркале, понравится себе, да? Это тот протокол, на который к вам будут идти с благодарностью. Это тот протокол, который вы привезёте домой и сразу же введёте в кабинете эту процедуру и будете на нём хорошо зарабатывать. И видеть благодарных пациентов. Это очень важно. Итак, конференция будет идти два дня, 17 и 18 апреля. 17-го – это обучение, полноценное обучение. В Москве такое стоит 9 тысяч. В Пятигорске такое будет стоить 6 тысяч. Вот эти два дня конференции стоимость 6 тысяч. Вы получаете сертификат после обучения. Сертификат вы его увозите домой, соответственно. И рабочие протоколы. А второй день, вот второй день как раз будет такой для ресурсности косметолога. Я не знаю, кто у меня на втором дне будет. У меня есть такая задумка, и, наверное, она осуществится. Возможно, вы знаете школу Анастасии Спириной. Вот мы с ними разговариваем сейчас, чтобы они поучаствовали. Анастасия – это человек-трудоголик. Она большая умница. И она выдает сертификаты государственного образца 288 часов. И обучение вы у неё проходите онлайн. То есть, если вы хотите стать косметологом, чтобы у вас прям был гособразт, сертификат об обучении. Или вы хотите, например, работать в Арабских Эмиратах, она тоже помогает легализовать сертификаты. Или в Америке. Ну, как вариант. И, соответственно, учитесь вы онлайн у неё. Так же, как у меня, на практику, приезжайте на одну неделю. Это базовое такое общее обучение не по фракционке, а вообще, чтобы стать косметологом. И она расскажет про цены, скажем, в Арабских Эмиратах, в Америке. Я её попросила, мы с ней разговаривали, я попросила прям отдельно про это рассказать. Вы будете себя больше ценить, когда вы слышите это. Кто ещё будет? Пока не могу сказать. Не могу. Это секрет. Идут, ведутся переговоры. Ну, для кого конференция? Для начинающих косметологов, для практикующих косметологов, которые уже давно работают, для специалистов, которым интересно познакомиться с инновациями в сфере косметологии, для думающих и любопытных косметологов, для специалистов, которые хотят быстрый результат, выраженный эффект, хотят привлечь клиентскую аудиторию к себе, прям расширить, чтобы у вас стала больше клиентская база. И для тех, кто любит всё новое. О, Люба Самарина. Училась у неё. Замечательная. Хочу к вам попасть на учёбу, Люба, приходите. Я буду вам рада. Приезжайте в Пятигорск. Там все увидимся. Ну, в общем, наверное, на этом, скорее всего, это вся информация, которую я вам хотела дать. Почему у нас было сегодня крайне мало? Очень мало. Это странно. Если у вас есть вопросы, вы можете писать во ВКонтакте, вы можете писать сюда, на Ютуб, вы можете писать в Инстаграм, куда? В Директ, в чаты ученики могут писать. А на этом я с вами прощаюсь. Спасибо, что были. Мне было очень приятно. Я смотрю не вниз, я смотрю на ваш чат. Мне было очень приятно, что вы были со мной. Пойдём выздоравливать. Болеть нельзя. До свидания. Обнимаемости.